Масштабное производство поддельного моторного масла обнаружено в Москве. Мигранты из Средней Азии разливали непонятную субстанцию по емкостям популярных брендов Shell, Total, Elf, Ford, Mobil и прочее. Годовой оборот жуликов составлял до 12 миллиардов рублей. Сотрудниками ГУЭП и ПК МВД России пересечена деятельность организованной группы лиц, подозреваемой в незаконном изготовлении в промышленных масштабах и реализации контрафактных моторных масел. Сообщает сайт МВД России. Установлено, что производство и хранение фальсифицированной продукции осуществлялось на арендуемых промышленных и складских помещениях на территории Москвы и Солнечногородского района Московской области. Основную рабочую силу подпольного предприятия составляли выходцы из стран Средней Азии. Готовая продукция сбывалась под брендами известных мировых производителей во всех регионах страны. По предварительным подсчетам, доход злоумышленников составлял около 1 миллиард рублей в месяц. В ходе рейдов обнаружены три автоматизированные линии по разливу и фасовке моторного масла, более 70 тонн нефтепродуктов, свыше 80 тысяч упаковок, готовой к реализации продукции, фирменная пластиковая тара и этикетки различных брендов в большом количестве, а также бухгалтерская документация и печати более 30 юридических лиц. Кроме того, по месту жительства предполагаемого организатора нелегального бизнеса, 26-летнего жителя Москвы, изъято незарегистрированное оружие, гладкоствольное охотничье ружье и травматический пистолет. Еще одного участника группы сотрудники полиции задержали в аэропорту Шереметьево при попытке вылететь в Китайскую Народную Республику с крупной суммой наличных денег. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Оперативно-розыскные мероприятия и исследовательные действия, направленные на установление всех обстоятельств указанной противоправной деятельности, продолжаются.